Взяли за взятку. Уральский городской суд признал виновным оперуполномоченного Абайского отдела полиции Евгения Шаймарданова в совершении преступления, предусмотренного статьей 177 УК РК «Мошенничество с использованием служебного положения» и 312 УК РК «Дача взятки за совершение заведомо незаконных действий». Все подробности в сюжете Бикульта Ужановой. Поводом для возбуждения уголовного дела послужило заявление гражданина Петра Суптель. Так, следствием было установлено, что Шаймарданов, работая в должности оперуполномоченного Абайского отдела полиции, с использованием служебного положения совершил умышленное преступление. Так, Уральским городским судом он был признан виновным. Шаймарданова Евгения Шураевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 177, часть 2, пункта 2 УК РК «Казахстан» и 28, часть 4, статьей 312, часть 2 УК РК «Казахстан» окончательно назначить наказание в виде лишения свободы с конфискацией имуществом сроком на 2 года 6 месяцев, отбыванием наказания исправительной колонии общего режима. Как рассказал отец потерпевшего, когда его сын попал в трудную ситуацию, знакомый посоветовал ему обратиться к Шаймарданову. Якобы тот поможет в решении проблемы. Услуга, конечно, стоила денег. Потерпевшая сторона была вынуждена раскошелиться на сумму 450 тысяч тенге. Но после того, как деньги были получены, Евгений Шаймарданов скрылся и на связь уже не выходил. Как рассказал потерпевший, во время передачи денег и при последующих встречах разговор с Шаймардановым он записывал на диктофон. Это и послужило основным доказательством совершенного преступления. После обращения в областную прокуратуру и спустя почти 3 года после совершенного инцидента, дело наконец-то было доведено до логического конца. Решение суда вынесено. Шаймарданов наказан по уголовной статье с конфискацией имущества. Решением суда я доволен и прошу выразить большущую благодарность этой областной прокуратуре. Супруга Евгения Шаймарданова с приговором суда не согласна. Она намерена идти до конца и отстоять, как она уверяет, невиновность мужа. На самом деле мой муж очень честный сотрудник. Он работал очень честно. Вот мы с ним 3 года прожили. Он все время, 24 часа в сутки был на работе. Просто его подставили. Хороший друг, который рядом ходил, он его подставил. А эти люди просто хотели от него взять деньги, а мы не дали им. А что вы сейчас намерены делать? Сейчас в данный момент я не соображаю, не знаю, но завтра я начну. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован вышестоящей инстанцией.